Тема сегодняшней лекции – фотоэффект. Фотоэффект заключается в взаимодействии света с веществом. При облучении светом вещества происходят определенные процессы в этом веществе, и они проявляются в виде возникновения электрического тока или изменения сопротивления данного вещества. Соответственно, можно выделить три основных типа фотоэффекта. Это внешний фотоэффект. Внутренний фотоэффект. И вентильный фотоэффект. При внешнем фотоэффекте происходит облучение от поверхности металла или полупроводника светом. И это облучение приводит к тому, что из образца выбиваются электроны, они вылетают наружу, ну и дальше возникает за счет этого электрический ток. При внутреннем фотоэффекте облучение происходит полупроводников, и за счет облучения возникает изменение сопротивления этих полупроводников, увеличение проводимости. При вентильном фотоэффекте облучается ПН-переход, и возникает генерация носителей заряда, которые перераспределяются в ПН-переходе, и возникает разность потенциалов. Давайте последовательно рассмотрим каждый из этих случаев. Итак, начнем с внешнего фотоэффекта. Внешний фотоэффект может быть получен в такой простейшей схеме. В таком-то опыте имеется металлический, например, ну или плупроводниковый кусочек, который помещен в запаянную стеклянную ампулу. В этой стеклянной ампуле стеклянной трубки выкачан воздух, для того, чтобы электроны могли свободно двигаться, не ударяясь у молекулы воздуха. И имеется освещение, освещаем мы вот этот кусочек металла. А вот сюда мы подаем напряжение. Как правило, для того, чтобы возник фотоэффект, подаем положительное напряжение. То есть после освещения света у нас из куска металла вылетают электроны. И они выпадают на вот этот вот второй кусочек металла, на второй электрод. Электрод, из которого происходит испускание, называется катодом. А в который они влетают, называется анодом. Обычно катод отрицательный, а анод положительный. Обычно. Вот такая вот схема, значит, если мы считаем, что здесь плюс, а здесь минус, условно положительное напряжение, имеет определенную вольт-амперную характеристику. Если мы построим зависимость тока от подаваемого напряжения, причем подаваемое напряжение у нас положительным является вот этим направлением, отрицательным, соответственно, обратная полярность, то зависимость будет иметь вот такой вот вид. Здесь мало-мало-мало, практически ноль. Дальше вверх. И вот как-то так. Ток, который вот здесь вот, называется ток насыщения. А вот это вот напряжение, начиная с которого возникает фотоэффект, называется у запирающего, запирающее напряжение. Обычно считают, что у запирающего у нас есть положительная величина, но просто берут по модулю. Тогда это только как бы... Давайте напишем, что минус у запирающего. Вот так вот. Начнем, что у запирающего у нас считается величиной положительной. Давайте поймем, откуда берется такая зависимость. Известно из эксперимента, что фотоэффект начинается и возникает при освещении света, начиная с какой-то длины волны. Если длина волны меньше какой-то пороговой величины, то мы будем видеть фотоэффект. Если длина волны больше пороговой длины волны, то фотоэффект просто не наблюдается. Выбивание электронов отсутствует. Такая пороговая длина волны носит название красной границы фотоэффекта. И обозначается лямбда К. И соответствует частота омега К. 2 пицца делить на лямбда К. То есть фотоэффект наблюдается при условии, что лямбда меньше, чем лямбда красная. Или же, что омега больше, чем омега красная. Можно равенство поставить. Теперь пару слов про топное освещение. Топное освещение оказывается пропорционален освещенности. Давайте я буду обозначить энергетическую освещенность. Я и я. Вот такие вот символы. То есть чем больше освещенность, тем больше токное освещение, которое возникает в случае этого фотоэффекта. Наверное, токное освещение, которое возникает при больших напряжениях, это ток, при котором все электроны, выбитые с поверхности катода, оказываются на аноде. Если напряжение не слишком велико, то часть электронов может повлезти куда-то в разные стороны, оказаться на стенках трубки и не долететь до анод. Это вот какая-то вот эта часть характеристики. Итак, токное освещение пропорционально Е. Ну, также экспериментально известно, что токное освещение пропорционально площади электрода, площади электрода, с которой происходит выбивание. Давайте поймем, как описать фотоэффект математически. Первое соображение, которое было, что с помощью классической теории описать фотоэффект невозможно. Почему? Потому что если мы будем освещать катод светом, ну, даже если там длина волны у него какая-то меньше, чем красная граница фотоэффекта, за какое-то время накопится энергия, а потом эта энергия будет выпущена в виде электрона. То есть, казалось бы, с точки зрения классики у нас будет всегда происходить излучение. Однако иметь место красная граница фотоэффекта в том случае, если длина волны больше, чем красная граница, у нас никакого его излучения не возникает. Ну, с классической точки зрения, ну, понятно, что если мы имеем даже длину волны какую-то очень большую, но долго-долго облучаем светом вещество, в конце концов энергия накопится, и вроде бы ее должно хватить на то, чтобы выбить электрон из образца. Ну, поэтому мысль, которая потребовалась для того, чтобы описать фотоэффект, следующее, что свет излучается, свет поглощается веществом не непрерывно, как волны, а порциями, ну, или квантами света. К тому моменту, когда описывался фотоэффект, уже была известна формула Планка, гипотеза Планка, и Альберт Эйнштейн применил эту гипотезу для описания фотоэффекта. Он выписал закон сохранения энергии. А с чертой омега, это энергия порции света, равно работе выхода плюс W кинетическое. Вот это уравнение, но есть название уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. Казалось бы, все просто, элементарно написать, однако, в тот период это было совершенно революционное изобретение с запись такого уравнения, потому что они не понимали, что свет на самом деле представляет собой кванты. То есть подход к свету, к порциям, не как к волне, а к некоторой частице, он оказался совершенно неожиданным. Ну и это уравнение, когда было написано, дальше из него последовали некоторые достаточно простые выводы, за которые Альберту Эйнштейну была вручена Нобелевская премия. Отнюдь не за разработку теории относительности, не специально, не общей, а именно за вот это уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, за описание фотоэффекта. Посмотрим, к чему она приводит. Значит, в правой части стоит работа выхода. Работа выхода – это энергия, которая требуется электронной для того, чтобы преодолеть притяжение к куску металла. Откуда такое притяжение берется? Если у нас есть кусочек металла, металл или полупроводник, а любая проводящая структура, то изначально в этом образце электроны обладают каким-то тепловым движением. Ну и некоторые электроны могут просто, оказавшись около поверхности, вылететь наружу, но и они улетают. Но при этом сам кусочек металла заряжается положительно, потому что электроны уносят отрицательный заряд. И следующий электрон, после первых вылетевших, уже начинает притягиваться обратно к этому куску металла. В итоге для того, чтобы, когда установится равновесие, для того, чтобы электрон вылетел из куска металла и удалился от него на большое расстояние, необходимо ему преодолеть силу притяжения к этому положительно заряженному куску металла. Вот это и есть та самая работа выхода. Для большинства металлов она достаточно маленькая, но ее порядок составляет единицы электрон-вольт. Работа выхода – порядка единиц электрон-вольт. В частности, для серебра работа выхода составляет примерно 4,7 электрон-вольта. Но в всякий случай, напомню, что такое электрон-вольт. Электрон-вольт – это энергия, которую приобретает электрон, пройдя разность потенциалов в один вольт. Можно ее найти как заряд электрона е, элементарный заряд, на 1 вольт. Или 1,6 на 10 минус 19 кулона умножить на 1 вольт и дает это 1,6 на 10 минус 19 степенью джоуля. Величина крайне маленькая, но она удобна для того, чтобы описывать работу и выхода у различных металлов. Здесь в любом случае величина порядка нескольких единиц. Теперь что мы видим? Что если у нас H-омега, то есть энергия кванта света, оказывается меньше, чем работа выхода, то никакой кинетической энергии оказывается вроде бы отрицательной. Это значит, что никакой кинетической энергии у нас нет. И электрон просто вылететь не может наружу из образца. То есть фотоэффект отсутствует при H-омега меньше, чем А-выхода. Ну и отсюда получаем условие для красной границы фотоэффекта. Омега красная равно А-выхода делить на H-черту. H-чертой – это постоянная планка. Она составляет 1,055 на 10 в минус 34 степени джоуль на секунду. Как видите, это очень маленькая величина. Вообще выводят две постоянные планки. Постоянная планка вот такого с черточкой, нормализованная величина. И постоянная планка без черты, которая равна 2π умножить на H-чертой. В выражениях, которые содержат циклическую частоту омега, удобнее писать H-черточкой. В выражениях, которые содержат обычную частоту, удобнее писать H без черты. В том, в первом случае E равно H-чертой омега или же H без черты умножить на ν, где ν – обычная частота. Я буду пользоваться H-черточкой. Мне будет чуть-чуть удобнее, потому что я буду писать омегу. Зная омегу красная по частоте. Можно найти длину валны, соответствующую красной границе фотоэффекта. И лямбда красная будет равно 2πс делить на омега красная 2πс ц с черточкой делить на а выход. Таким образом мы можем находить длину волны, превышение которой у нас фотоэффект будет отсутствовать. есть фотоэффект существует фотоэффект при лямбда меньшем лямбда красной. При лямбда больше лямбда красной фотоэффекта нет. Далее посмотрим на кинетическую энергию. Кинетическую энергию легко найти как h омега минус облака. Ну и зная кинетическую энергию можно найти скорость вылетевшего электрода. Есть правда один нюанс. если пользоваться классическим выражением для скорости mv в квадрате пополам можно случайно не взначай получить скорость больше скорости света, что вообще говоря физически невозможно. Но это говорит о том, что формула mv в квадрате пополам не является корректной во всех случаях, а при больших энергиях необходимо использовать выражение для кинетической энергии релятивистской частицы. Итак, w-кинетическая будет равно h омега минус а выхода и его нужно расписывать двояк. w-кинетическая равно mv квадрат пополам при v гораздо меньше c. Заметьте, что для того, чтобы понять, что можно пользоваться этой формулой, нужно сначала найти v по этой формуле и убедиться, что она много меньше скорости света. либо w-кинетическая равно mc квадрат это энергия движущейся частицы минус m0c квадрат минус энергия покоя. Получается как раз та самая энергия, которая содержится в движении, это значит, что это и есть кинетическая энергия. Учитывая, что масса релятивистской частицы это m0 гамма в гамма раз больше, чем m0, то получим m0c квадрат умножить на гамма минус 1, где гамма это релятивистский фактор и он находится как единица делить на корень из единицы минус β в квадрате. При этом β это относительное скорость v к c, ну и соответственно гамму это единица делить на корень из единицы минус v квадрат делить на c квадрат. Вот эта формула работает при скоростях сравнимых со скоростью света. в частном случае она приходит в классическую формулу mv в квадрате пополам, когда скорость гораздо меньше скорости. То есть эта формула вообще говоря справедлива при любых скоростях. Но как видите она гораздо более сложная чем mv в квадрате надо. И возникает вопрос удобства какой формулы пользоваться. Для того чтобы оценить какую формулу использовать нерелятивистскую или релятивистскую можно сравнить полученную кинетическую энергию с энергией покоя электрона. Если взять энергию покоя электрона давайте назовем ее ес новиком это m 0 c квадрат масса электрона на квадрат скорости света. Ее можно кстати выразить в мега электрон вольтах это 0 500 11 мега электрон вольт так вот если если W кинетическое много меньше чем яс ноликом то можно использовать формулу V гораздо меньше C есть кинетическая энергия будет m v квадрат m 0 v квадрат пополам а вот если W кинетическое порядка E с 0 или даже больше то обязательно пользоваться полной формулой вот 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 такой вот Ну и вот эта формула позволяет найти скорость вылетевших из катода электродов. Давайте выделим ключевое уравнение. Уравнение Эйнштейна. Ну и выделим вот это условие. Ну и теперь мы смогли объяснить возникновение красной границы фотоэффекта. Но нужно еще описать величину тока насыщения и описать вот этот график, который у нас получился в эксперименте. Для начала свяжем запирающее напряжение с величиной кинетической энергии вылетевшего электрона. Запирающее напряжение – это напряжение, поданное в обратной полярности. Здесь будет минус на аноде и плюс на катоде. И заряд электрона, который отрицательный умножить на запирающее напряжение, Е на У запирающее, должен быть равен в точности кинетической энергии вылетевшего электрона. Тогда произойдет компенсация, и электрон не долетит до аноды. Он затормозится внешним полем. При этом Е на У запирающее должно быть равен в точности кинетической энергии. Ну и мы можем найти запирающее напряжение, как кинетическая энергия вылетевшего электрона, внесенная к элементарному заряду. Учитывая это соотношение, можно переписать сравнение Эйнштейна. Получается вот таким. Здесь Е – это элементарный заряд, у запирающая взято по модулю. То есть это положительная величина. В итоге произведение также будет положительным, так же как кинетическая энергия. Вот обоснование первого факта. Наличие запирающего напряжения. Теперь рассмотрим ток, который у нас выходит. Нам нужно найти величину тока насыщения. На катод налетают кванты света. Кванты света, каждый из которых имеет энергию. Давайте обозначим W какого-то 1. Или, ну да, пускай W. Будет равно, она у нас H чертой омега. Если налетает N квантов света, то будет энергия падающая, ну или общая энергия фотонов, W всех фотонов. Она будет равна числу фотонов H омега. Далее эти фотоны попадают и передают энергию образцу. Они передают энергию электрону. Но эта энергия передается не напрямую, а через сам образец, через кристаллическую решетку этого образца. Почему? Когда у нас есть фотокатод, на него налетают фотоны. Если там есть какой-то электрончик, то, наверное, импульс электрона после того, на него налетит фотон. Фотон у нас вот такой. Он бьет по нашему электрону. Ну и электрон должен куда-то отскочить. То есть, наверное, скорость электрона будет направлена не наружу, вот туда, а внутрь образца. И, наверное, после удара, после такого отскока, электроны будут забиваться внутрь. А при фотоэффекте они вылетают в обратную сторону. То есть они вылетают фактически навстречу тем фотонам, которые падают. Ну или под каким-то достаточно большим углом. Так на самом деле происходит. На самом деле все происходит следующим образом. Здесь есть кристаллическая решетка. Атомы, которые здесь находятся. И фотон передает свою энергию этой кристаллической решетке. В итоге у целой области во всем этом образце подрастает энергия. А затем эта кристаллическая решетка, если она не успевает перевести эту энергию в тепло, в колебание решетки, она может избавиться от этой избыточной энергии H-омега, выбросив какой-то электрон наружу. Вот этот электрон выбрасывается, и он может быть выброшен обратно в уже в противоположном направлении, фактически навстречу нашему фотону. Наверное, далеко не каждый фотон будет выбивать электроны. Большинство фотонов, скорее всего, передав энергию решетке, после взаимодействия с ней энергия будет перекачана, скорее всего, в тепловую форму. Ну и просто усилится колебание ионов в решетке. Ну а может быть электроны, в которых фотоны уступнут, они будут просто быстрее двигаться немножко внутри образца. Увеличится тепловое движение. Отношение количества выбитых электронов к числу падающих фотонов носит название квантового выхода при фотоэффекте. Итак, квантовый выход обозначается буквой К. Это отношение числа выбитых электронов к числу падающих фотонов. Вот. Значит, можно найти число электронов как число фотонов умножить на квантовый выход. Квантовый выход имеет величину порядка сотых долей. Ну, то есть, сотый и тысячный. Может быть, несколько сотых. То есть, К порядка 0, 0, 1. Такого порядка величина. Обычно он не достигает, значит, ни одной десятой. Скорее всего, порядка одной сотой или меньше. Может быть, две сотых. Введя квантовый выход, мы получили возможность найти число вылетевших электронов, если мы, скажем, это число вылетевших электронов, умножим на заряд электрона, то получим полный заряд, который вышел из нашего образца. Заряд Q будет равен заряду электронов. Понятно, что со знаком минус. Сейчас я хочу по модулю. Можем минус на сценарий поставить. Множенное число электронов. Соответственно, ток I будет равен DQPDT. Далее вместо Q подставим. Далее вместо Q подставим. Число фотонов. Ну и осталось найти количество фотонов. Это энергия делит на H омена. На каждую единицу площади поверхности. нашего фотоэлемента падает определенный энергетический поток. Его можно найти как освещенность. Значит, DWPDT. Это освещенность. Освещенность у нас обозначается Е. Давайте энергетическое. Умножить на площадь нашего образца. Освещенность здесь. Это Е. Вот. 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 Спасибо. Подставляем DWPDT в наше выражение для тока. Ток оказывается минус E на квантовый выход на освещенность на площадь делить на H чертой омега. Вот это соотношение носит название формулы Сталетова или закона Сталетова для фотоэффекта. Изначально Сталетов сформулировал свой закон немножко иначе. Он сформулировал три закона Сталетова, что ток насыщения, да, я здесь обозначу, что это ИН на этом шаге. Он сказал, что он пропорциональной освещенности, пропорционален площади и обратно пропорциональной частоте света. У него было три закона, которые великолепно объединяются в одну единую формулу, которая вот здесь сейчас написана. Ну и теперь, почему я здесь написал Н. Вот если мы вернемся на предыдущую страничку, то у нас есть некий переход между отсутствием фотоэффекта и полностью развившимся фотоэффектом, когда все электроны достигают анода. Если же напряжение подано не слишком большое, то только часть электронов достигает аноды, ну и тогда мы не можем связать значение тока, то есть количество электронов, дошедших до анода, с падающим излучением. Потому что часть мы теряем, и какая часть теряется, для нас неизвестно. Итак, вот здесь ключевое, что мы сейчас вычислили с помощью тех несложных рассуждений, вот эту самую величину и насыщение. И Н. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...